Какие меры поддержки предоставляют сегодня предпринимателям, куда может направить ресурсы начинающий бизнесмен, что нужно для получения субсидий на развитие своего дела? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в прямом эфире Центра управления регионом. Его гостем стал вице-премьер Дмитрий Краснов. Главой Минэкономразвития Чуваши послушал и его бывший пресс-секретарь, а сейчас наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Как бывшему пресс-секретарю Дмитрия Красновым, неизвестно, как скрупулезно вице-премьер относится к любой форме общения с жителями республики. В Центре управления регионом создали эффективную платформу обратной связи. На этом ресурсе можно задать свой вопрос и руководителям ведомства. Прямой эфир на платформе ВКонтакте. Здесь также работает сообщество Центра управления регионом. Перед почти часовым общением, приготовлением и тестом трансляция не должна прерваться. Рад приветствовать в гостях УСУР, заместителя председателя кабинета министров Чувашской республики, министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Ивановича Краснова. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Екатерина, рад приветствовать. Модератор эфира я, Малинина Екатерина. Ведущая эфира Екатерина Малинина и сама индивидуальный предприниматель. Поэтому вопросы задавала, опираясь на свой опыт работы. Многие субъекты МСП интересуются мерами поддержки. Улучшить финансовую модель, оптимизировать расходную часть и так далее, и так далее. Вот эти все консультации, обучение, что такое, как работать с инвесторами, как работать с рынком, как выйти на маркетплейсы, как собрать финансирование по тот проект, который есть, и так далее, и так далее. Вот все эти услуги и все меры поддержки любой предприниматель может получить вот в этом едином центре «Мой бизнес». Помимо центра «Мой бизнес» и министерства, мы развернули сеть многофункциональных центров. Мы в прошлом году ее централизовали. На сегодняшний день 33 центра многофункциональных центров, где можно получить государственные муниципальные услуги. А также мы открыли окна для бизнеса. Для Чувашии и Республики бесприродных ресурсов предпринимательство – ключевая сфера. Каждый 15-й житель занят в этой отрасли. Так Дмитрий Костов ответил на вопрос о реализации национального проекта. Порядка 180 тысяч уже человек заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, работая либо на предприятии, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо, как вы, индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. Всего около 600 тысяч человек так иначе признаны работоспособными и могут шлить деятельность трудовую. То есть, ну, практически чуть ли не одна треть. Но и доля в экономике субъектов малого и среднего предпринимательства также для нас существенна. С учетом того, что заработная плата и возможность получить достойную заработную плату на предприятиях, когда ты работаешь на кого-то, она все-таки где-то ниже средней российской. Альтернатива заняться своим делом, стать предпринимателем. Безусловно, в том числе, это возможность получать достойный доход. Меры поддержки называют предпринимательским меню. Главное – заказать нужное блюдо. Это микрозаймы, субсидии, гарантии, льготная аренда площадей, обучение. К эфиру ЦУРа подключились и молодые бизнесмены. Для них в республике также предусмотрели меры поддержки. Нам надо, чтобы предприниматель прошел школу в центре «Мой бизнес», так же, чтобы по тем принципам, чтобы объяснили, стоит ли, не стоит, нужно ли, не нужно. Точно ты проект хочешь, проходит эту программу обучающую. Дальше он должен до 25% средств своих в проект вложить, защитить проект. Сказать, да, у меня 25%, четверть на этот проект есть. И оставшиеся средства, мы ему в форме гранта предоставляем. Дмитрий Краснов напомнил, что его диалог с предпринимателями не ограничивается только прямым эфиром. Вице-премьер всегда находит время, чтобы ответить на вопросы в личных социальных сетях. Дмитрий Ковалев и Юрий Марков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова